Мы рады приветствовать вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегеты. Как вы знаете, вот у нас уже сложилась такая прекрасная, добрая традиция, что мы вспоминаем подвижников благочестия, старцев, духовников, известных и не очень известных. Мы вспоминаем тех, кто, может быть, еще не прославлен в лике святых, а у Бога уже прославлены, потому что собор святых на небесах, он просто необъятен. И сегодня у нас большая радость, потому что с нами беседуют, мы встречаемся с Владыкой Петеримом, епископ Петерим, Скопинский и Шацкий. И я сразу хочу сказать, что когда Владыку рукоположили, вообще Владыка, он тоже из московских духовных школ, где и я учился, я, в общем-то, давно знаю Владыка. И, ну, так уж простите, что сразу так немножко скажу, что Владыка, он никогда не был карьерным человеком. То есть он никогда, вот на самом деле, карьеры-то не искал, а шел по строго такому монашескому пути, слушаясь старцев, духовников. И тут вдруг его раз и поставили, а епископом куда? В Таджикистан, там, где очень сложная на самом деле ситуация. Да, то есть это был такой вот во многом подвиг. Может быть, как-то Владыка нам об этом потом тоже расскажет. Вот, а потом даже промысел Божий так распорядился, что некоторое время Владыка Петерим, он был у нас ректором в Московской Духовной Академии и очень много трудов таких совершает. Но самое-то главное, что Владыка общался со многими духовными людьми и вот с отцом Наумом, да, вот как чадо, можно сказать, отца Наума. И большое впечатление, даже не то что впечатление, а именно большое такое духовное влияние на Владыку Петерима оказал, может быть, малоизвестный подвижник, но это именно настоящий аскет пустыни, который в горах Кавказа провел более 20 лет отец Гавриил, да, и романах Гавриил. И вот мы попросим Владыку Петерима рассказать нам именно вот вначале про отца Гавриила. Спасибо, отец Малерий, так меня представил слишком комплиментарно. И, кстати, вот вспоминая то, что ты говорил, наше даже знакомство, когда я поступил в семинарию, ты был дежурным помощником, причем ты был самым добрым дежурным помощником. И это создавало проблему в чем? Я говорю, потому что, когда ты приходил, никто тебя не слушал. А были у нас очень злые дежурные помощники. И вот наши студенты, они потом жаловались на тех злых. Я говорю, знаете, а вот к нам Валера ходит. Вы, говорю, вы слушаете? Нет. А я старше всех был, я поступил, мне 33 года было в семинаре. И поэтому у нас будут злые дежурные помощники, потому что вы таких, как Валера Духанин, вы таких не слушаете. Вот так молодежь наставлял. И вот правильно очень ты подметил, я приходил в церковь, мне было 29 лет, когда я стал верующим. Верующим я стал благодаря отцу Гавриилу. Это кавказский пустынник, фамилия Крылов. Он сам родом из Тюмени. У него папа был таким христианином, в такое вот время как раз безбожное, до войны, после войны. И он ходил по домам и просто читал Евангелие. Но тоже рискует жизнью. Он умер, у него достаточно рано, еще батюшка был такой маленький, еще он его плохо помнит. А вот мама всю жизнь была верующей, Агриппина его. Вот такая верующая, настоящая христианка. И это всегда очень важно бывает для сына, чтобы мать была верующая. Потому что на сына всегда большое влияние имеет мать. Хотя и отец тоже, у него такой подвижник был отчасти. То есть он действительно от благочестивых родителей родился. И уже с детства он был отмечен Божьей благодатью и даже избранничеством. Сам он как рассказывал, когда он был маленьким еще ребенком там в Тюмени, у него был такой случай. Куда-то родители все ушли, оставили его одного в комнате. У них теплилась лампадка, и был такой сервант, как он раньше назывался, сервант такой со стеклянными дверками, и там стояла посуда. И вдруг он смотрит на этот сервант, лампадка озаряет комнату таким вот очень приглушенным светом, в этом серванте пропадает вся посуда, там появляется лестница, которая с одного угла вниз идет, а потом в другой поднимается. И по этой лестнице идет Матерь Божия и ведет за собой сына, отрока. И показывает ему на мальчика, на Гришу. Гриша его звали, батюшка. И говорит, посмотри на него. А Спаситель не хочет смотреть сначала. Он как бы отворачивается. Но Матерь Божия уговорит, посмотри. И Спаситель на него оборачивается, и долго потом смотрит. Они уже поднимаются, он пристально смотрит, смотрит, смотрит. И они уходят вот куда уже сначала вниз, потом вверх. Когда он не хотел смотреть, они вниз шли, и когда посмотрел, уже пошли вверх. И, говорит, это настолько сильное впечатление на него произвело, что он потом какое-то время все время лежал, засыпал, когда он смотрел этот сервант и думал, что сейчас это повторится. Пытался вызвать вот это вот опять явление. Но оно не повторялось. И он потом напрочь забыл. Вообще забыл. И вспомнил уже во взрослом возрасте, уже там в пустыне. И так, говорит, ярко вспомнил, что сейчас до сих пор у меня это стоит, вот эта картина перед глазами. А вот такой удивительный случай был у него буквально с детства. То есть ему было вот это явление Божьей Матери и Спасителя, когда он был совсем еще маленьким мальчиком. Потом он служил в армии, как обычно. Он в техникуме учился, по-моему, машиностроительный, если я не ошибаюсь. Там же в теме никакой машиностроительный. И его там тоже все время обзывали. Он не скрывал свою веру. Ему Гришка грешный, его обзывали все время. И, говорит, очень было ему скорбно, что там над ним смеялись, как бы именно гнали его из-за того, что он верующий. В армии он попал в войска, там, где им нужно было привязывать радиоактивный источник. Какие-то специальные род войск. Но это советская армия. И они голыми руками привязывали нитку, которая рвалась, где был подвязан радиоактивный источник. Со своим сослушивцем они получили смертельную дозу радиации. И вот этот вот его товарищ умер после армии, уже спустя некоторое время. А батюшка поступил в семинарию сюда, в московский духовный семинарию. Но вот эта лучевая болезнь у него была всегда. Всю жизнь его преследовал. И вот он даже когда уже потом у нас дома жил, я, говорит, встаю с утра, я как будто вагон разгрузил, как будто я вагон разгружал. У меня, говорит, сил уже нет вот с утра. А к нему народ и идет, и идет, и идет, и идет. Вот откуда у него силы появляются, это просто, конечно, было удивительно. И вот то, что он прожил в горах Кавказа на свежем воздухе, может, это как-то позволило ему все-таки дожить до 56 лет. Вот, 56 лет он умер. Познакомились мы с ним в 1996 году. Я был обычный молодой человек 90-х годов, но не бандит, конечно. Но все эти как бы бандитские годы я застал. И причем той фирме, где мы работали, даже все коммерцией занимались, бизнесом, я тоже. Я бросил школу среднюю, где я был учителем, где у меня зарплата была копеечная. Папа у меня был бизнесменом, поэтому меня папа очень хорошо содержал. И я не понимал, как можно на эту зарплату, вот я получал 3 тысячи, что ли, как можно на эту зарплату жить. Я даже женат был, мы с женой шли из школы, получив зарплату до дома, и мы эти 3 тысячи тратили в коммерческом магазине. Сразу, тут же, за один день. А как можно прожить на это месяц, мы не понимали. Потому что дома у нас было много денег от отца. Ну и тоже, конечно, почему в школе я не остался. Интересный тоже был случай, когда меня распределили после педагогического института сюда, в Сергеев Посад. Конечно, все радовались. Просто ликовали, там, ой, нас молодой человек, наконец-то, там же женский коллектив-то в основном. Радовались мне, а не жене. На жену как-то внимания совсем не обратили. Она тоже педагог. Она тоже давно, мы в институте и познакомились, поженились на последнем курсе уже как раз. И потом что получилось? Это был 91-й год. Мне дали вести литературу в 11-м классе, а программа в 11-м классе, это советский период, а это 91-й год. Уже советский период нельзя было преподавать, надо было преподавать что-то совершенно новое. Уже как закалялось, стали ни в коем случае. А ведь все методички, все как бы пособия, это все старое. Поэтому нужно было к каждому уроку готовиться самому. Я ходил в читальный зал, я готовился, мне было ужасно интересно. У меня был Серебряный век, у меня Ахматова, Гумилев, у меня там Брюсов, что там символизм, чего... И я вот к этим урокам готовился, а классным руководителем я был в 8-м классе. Там у меня русский язык был, я к ним вообще не готовился, я брал методичку и давал обычный урок. И ко мне однажды на урок, спустя месяца-два, может, приходит директор, директриса, женщина-директор, на урок посмотреть, как я преподаю молодое дарование. А у меня, как раз, литература, я там славьем заливаюсь, у меня девочки, у меня вот такие ворожные глаза смотрят, влюбились сразу, все меня эти 11-классницы. И потом в конце урока она ко мне подходит, я, говорит, в ужасе она мне. Я, говорит, такого еще никогда не видела. Я говорю, что такое? Вы ни разу не встали и не посмотрели, что они у вас алгебру списывают на уроке. А мне, конечно, как бы, у меня вдохновение, как бы, как это? У меня Гумилев, у меня Ахматова, какая алгебра? А у них была потом строгая учительница по математике, они действительно реально списывали алгебру. Я, говорит, приду к вам на следующий урок, еще раз вас проверить. У меня следующий урок, мои восьмиклассники, я даю бездарный урок, но хожу по рядам, и там это, закрой сидра, и там закрой рот, и там довожу порядок. Она, вот теперь я увидел у вас, учителя. Но в этот момент во мне учитель школьный умер. То есть, понимаете, мне стало настолько это неинтересно, что у меня получилось, знаешь, как в анекдоте бывает, Вовочка, я в школу не пойду. Я говорю, я в школу не пойду. Вовочка, ты же учитель. Так же, я говорю, не пойду больше в школу, я не могу, я не хочу. В общем, меня еле-еле уговорили, сестра и жена, пинками меня вытолкали. Просто иди хоть нормально уволься из школы. Вот я нормально уволился, все, я в школу больше не захотел идти. Но потом, когда я уже преподавал в академии, в семинарии, то есть, мне нужны взрослые все-таки дети, не маленькие, которых надо ходить и ругать за то, что они алгебру у тебя списывают. И дисциплина у меня была тоже творческая, гомилетика все-таки. То есть, когда ты языки преподаешь, да, там нужна строгость. Потому что, если добрый учитель будет у тебя по иностранным языкам или по древним языкам, то ты ничему не научишь. Но творческой дисциплине нужно заражать своей энергией, своим творчеством, тогда они тебя будут слушать. Надо уточнить для наших зрителей, слушателей, что гомилетика – это наука о церковной проповеди, о том, как правильно проповедовать. И вот я учил тоже уже 10 студентов. Вот такая была предыстория. Был обычным одним человеком, и в семейной жизни, кстати, я разочаровался. То есть, я искал какие-то смыслы жизни, но я их не находил, потому что все, что я пытался в жизни осуществлять, все это меня не удовлетворило, даже семейная жизнь. Я не понял, я не нормальный. Думаю, я же, наверное, не люблю. Как мне тогда показалось, что я поженился, а я ее не люблю. Она тоже как чувствует, хотя я ее любил. Но мне настолько, мне казалось, детей мне не хочется, я не люблю детей, мне тоже казалось. То есть, все какие-то были метания. В общем, она сама от меня ушла, хотя мы с ней в хороших отношениях остались, а мы до сих пор с ней дружим. Отношения у нас не испортились, но она тоже понимала, что что-то мне не хватает. Я тоже не понимал, что мне не хватает. Но я как живу, как все. От Бога очень далек был, хотя здесь родился, в Загорске тогда, в Сергию, ходил у Лавры. Но тоже интересно, вот этот мир монашества, мир духовный для человека, который вне церкви, который не верующий, или маловерующий, там не церковный, он существует, как какая-то параллельная реальность. Вот мы приходили в Лавру, мы смотрели на монахов, но мы их не видели. Я не помню ни одного человека в черном клобоке или в рясе. Не помню. Я помню Троицкий собор, я помню музей и тапочки, на которых мы катались по этому парке. Я помню, может, ризницу, колокольню, пушки с бычками сигаретными туда засунутыми. Вот такие детали. Я помню, я не помню монахов вообще, ни священников, никого. Этот мир существует в другом измерении, просто для человека, маловерующего или неверующего. И вот тоже Господь как... Ведь я же мог бы столкнуться здесь со старцем Кириллом, тогда был Тихон Агриков, тогда были удивительные старцы. Они были живы, они были в полноте своих духовных сил. Нет. Нужно... Господь меня вел, чтобы я увидел отца Гавриила. Удивительным образом произошло знакомство к моему начальнику по работе. Должен был приехать, отец Гавриил, чтобы освещать его квартиру, которую новую там купил. А поскольку начальник тоже был от церкви далек, он знал, что я Сергий Вапасада, и что я какое-то отношение имею вообще к вере. Я ездил там, где тоже Сергий Вапасада. Вот на таком уровне все было. Приди, помоги мне, а то я не знаю, что делать, когда придет батюшка сюда. Я говорю, я тоже не знаю, что делать. Но хоть просто ты, может, что сообразишь вместе, может, что сообразим. Единственное, что нас предупредили, что это постный день, батюшку надо будет накормить постной едой. А постной еды, мы не знаем, что такое постная еда. Я единственное знал блюдо, какое может быть постное, это винегрет. Все. Больше я никакого постного... Мы сделали винегрет, и потом еще я сделал... А я люблю готовить. Сделал скоробный салат, как-то он, мимоза, что ли, называется. Там яйца есть, майонез, вот такое что-то. Ну и потом все батюшка все осветил. Причем это началось, ведь вот приходит батюшка. Вот первое, как я его увидел. Приходит маленький такой, он, жиденькая бороденка у него, подрясник весь залатанный, худенький. Подрясник тоже весь там, как вот он там в горах жил, и спал в нем, и в речку он в нем свалится, сам вместе с рюкзаком. То есть вот такой вот весь. Такого вот вида. Щербатый, зуб переднюю не было, поэтому как-то так улыбался и прикрывал рот, чтобы не особо было заметно. Очень скромный, но как сразу, знаете, как вот вошел, и сразу напряженность пропала. Не было какой-то. Причем у нас за страхи-то сейчас приклеивают кресты на стены, а тогда у него был какой-то трафарет. У нас какой-то свой, какой-то такой вот мешочек такого. Достает вот этот вот все, вот этот трафарет, достает молитву, сотый псалом, свечка прожглась там у нее посередине где-то. Милости, вот, исповедь и Господи, там при освещении нужно пригодиться. Вот у нас заставил эти трафареты рисовать на стенах. Я рисовал эти трафареты. То есть я пригодился при освещении квартиры. И потом, значит, пошел чей на освещение, и там, когда кадишь, надо читать сотый псалом. Он же кадит, и он дает мне читать сотый псалом, а я же никогда сроду не читал как бы это самое, молитвы. Хорошо, что я в институте изучал старославянский язык. Я через пенни-колоду прочитал, но там, где прожженно, я там зазобнулся. Я не знал, что это за слово. Оно выгорело. В общем, прям. Потом он дает хозяину квартиру тут вообще не смог. Он говорит, лучше вы читаете. Вот так освещение кончилось. Садимся есть за стол. Я ставлю винегрет, ставлю еще салты, еще какие-то, я даже не помню, что там было. И он говорит, а вот это надо что-то, наверное, скоробное, вот на эту мимозную мою. Я говорю, да, батюшка, скоробную, да, я уберу. В общем, поели винегрета. И мы даже не догадались, что батюшке надо было хоть какую-то копеечку заплатить за освещение. То есть, вот какая-то, сейчас я понимаю, что это треба. А тогда мы думали, что как бы так оно и должно быть. Приехал какой-то нищий, бедный монах. Как бы, ну, покормили и хватит. То есть, даже не заплатили его ничего. Вот. А но потом он уехал, ушел, все, это самое. Ну, думаю, может теперь нормально поесть. Ведь что, мы поели, что ли? Может, уж проголодались. Достаю это за свой сало от мимозы. Причем я вот только-только сделал и свежий рыб, все было свежее. Он испортился вообще. То есть, он горький-горький, вот есть невозможно. Такого подобного не может быть. Я еще беру там одну ложку, думаю, чтобы попробовать. Нет, прям вообще невозможно есть. Думаю, странно. Так я как-то вот призадумался. Думаю, что-то тут не твой. Вот. Потом хозяину квартиру, он говорит, а про меня спрашивал отдельно. Я говорю, а ты кто на меня? Он говорит, где-то он живет. Он говорит, в свежем посаде. А какого-то он года рождения? Он спросил, у меня 67-го, ну, сколько ему лет, вернее. Тогда мне было сколько лет? Я не помню, 29. Он говорит, нет, я не мог. Ли маленький был. То есть, когда он учился здесь, в академии, мне было три года. То есть, я его знаю. Я говорю, он мне знаком. То есть, у Бальски было такое, что как будто вот он меня знает, и прям очень четкое такое было вразумление, что на меня нужно особое внимание обратить. Ну, он, конечно, обратил у меня особое внимание. Вот. У меня произошел какой-то, знаете, прям переворот. Я не понял, что со мной произошло. То есть, я как-то понял, что надо как-то по-другому жить, как вот они живут все, а как так жить я не знаю. То есть, и потом вот эта община, которая как раз, где вот этот отец говорил, который окормлял московскую общину, они действовали так, тоже так, миссионерски. То есть, они подсовывали какие-нибудь телекнижечки. И вот я помню, вот эта уходильная квартира как раз была такая схема, помните, Анна Лествичника, страсти и добродетели. Да, и вот кто, 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 как это сам, с чем, кто с чем борется. Какой добродетель, какой страсть ты будешь по это самое преодолевать. Я смотрю на эту схему. Я смотрю на грехи и на страсть. Думаю, вот это все знакомое, это все мне приятно, это все прямо вот меня ложится на сердце. Но как только я начинаю смотреть про добродетели, думаю, если вот этого не делать, а делать только это, это же не жизнь. Это же просто невозможно. Это же скучно, это пресно. Я думаю, какая же это жизнь? Я так не могу жить, я так не хочу жить. У меня идет протест. И в то же время понимаю, что у меня кто-то взял за волосы и тащит куда-то, просто вот против моей воли. Я даже не хочу. Куда-то меня просто вот вытаскивают из болота. И мне снится реальный сон. Мне снится резиновое болото. И из этого резинового болота пытаются люди вылезти. Прямо вот их обтягивает, эта резина. Прямо ужасные, прямо они там вот лица обтянутые, прямо вот такие оскаленные, пытаются вылезти и не могут. Потому что оно резиновое, оно и не дает вылезти. И я понял, что я среди них тоже, среди этих лиц. В общем, вот такие какие-то знаки были. Потом я вот эти... А эти у меня уже община-то православная. Она меня как-то уже зацепила. Вот они как-то, видимо, молодой человек, что-то как-то вроде как-то можно с ним работать. Они молодцы, как они работали. Они кормили на... 25 октября она раньше называлась. Сейчас Никольская, по-моему. Да она? Прямо вот... Не знаю даже. По-моему, Никольская. Никольская. Там была столовая еще такая советская. Прямо сейчас ее там, конечно, все это переделали. Сейчас там все очень по-современному. А это была обычная советская столовая. И там договорились кормить бомжей и всяких неимущих. И им нужны были люди, которые этим занимаются. И меня в оборот взяли. Костя. Меня Костя звали. Давай. Говорит, ты сам сможешь? Я говорю, ну а что, смогу? Я люблю там готовить. Что мне бабок накормить? В общем, так. Ты приезжал туда, кормил. Там режешь какой-то там... Все гуманитарное было. Тогда это же 90-е годы. То есть, в свой год ничего не было. Все, что за границей нам тогда поставлял. Ну, тогда санкций не было. Они наскорбили. Мы им тогда как бы на все согласны были. Резал какой-то фарш. Там какую-то кашу варили. И больше чего они любили, это какао. Бабушкин звали какавка. Какавка. Вот она сладкая. Потом какавки. Потом добавки. Дай вот это какавки. Вот. И помню 7 июня 96-го года. Это мой день рождения. И мне звонят. И говорят, Костя, вот надо сегодня покормить бомжей. Ну а что такое день рождения? Святой день. Я говорю, нет. Здрасте. Сегодня ни в коем случае. Говорю, у меня день рождения. Это святой. Я позвал уже гостей. Кого хотите ищите, только не меня. Мы так не договаривались. Все. Как бы я труп положил, не буду. Перезвонил через час. Мы, говорит, искали. Никого не можем найти. Я говорю, я вам сказал, что я сегодня не могу. День рождения. Я говорю, понимаете русский язык или нет? Нет. Пархватит еще час. Ну, говорит, ну вот кроме тебя некому. У меня зло берет. Я говорю, да идите вы куда хотите. Плюнул на все, поехал злой как собака. Еду этих кормить. В общем, ну да, приехал, у меня уже все как бы зло прошло. И вот я, когда их покормил всех, это вместо своего дня рождения, конечно, я все отменил, весь день рождения свой. И я так понимаю, что что-то вот в этот раз я сделал очень важное и очень угодил Богу. Такая у меня мысль была. И буквально уже потом проходит где-то вот это вот 7 июня, да, 31 июля звонят эти знакомые. Отец говорил в Москве тебе что нужно от него? И я выпалил. Да, мне нужно исповедоваться. Понимаете, вот как я это сказал, я не знаю. А у меня сестра была на кухне, мы с ней это вместе. Там то ли ужин, то ли готовили ужин. Она говорит, ты что, говорит, там я говорю, вот отец говорю, приехал, это самое. Я говорю, исповедоваться пойду. Ну и я, говорит, с тобой. Я говорю, а ты-то куда тянет? Тебя, говорю, не звали. Про тебя не договаривались. А мне хочется посмотреть. Понимаете, вот такие вот момент. Потом, узнает, ни в коем случае нельзя было делать без предупреждения к батюшке кого-то тащить. Мы приезжаем вдвоем. Приезжаем мы 1 августа. По числам это тоже день преподобный Серафима Саровского, как бы 1 августа, но уже вечером. Следующий уже у нас Ильин день. И меня и сестру крестили здесь, в Сергиевом Посаде, в Ильинском храме. Хоть и семья была неверующая, но и меня, и их здесь, в Ильинском храме. То есть, как бы родители нас не научили вере, а Илья Пророк нас не забыл. Потому что исповедь у нас была уже когда был Ильин день, но еще и Серафим Саровский еще не кончился. И вот мы исповедовались. Причем батюшка на квартире у духовного чада своего исповедовал нас. Два с половиной часа длилась исповедь. Он там по десяти заповедям меня. Причем как-то очень подробно. Мне казалось, откуда-то что-то он все это выискивает. И я только признавался. А коленками своими тощищами, которые никогда я не сгибал, и на полу я не стоял на паркетном так долго, два с половиной часа, у меня дико болят ноги. Я понимаю, что у меня ноги просто отнялись. Я стал инвалидом. И теперь просто я за свои грехи, которые сейчас мне пришлось признаваться и даже плакать, я стал инвалидом. Все, я теперь буду ползать на коленках. Но потом меня батюшка легко поднял, все, у меня прям такая легкость. А я смотрю на него, у него в глазах смертельная усталость. Вот это же лейкемия же еще. То есть ему и так сил нет. Еще после меня вот это вот первое исповедь за всю жизнь. Я говорю, батюшка, может не надо Лену, сестру? Он говорит, ну если уж приехал, давайте Лену. Лену тоже. Да, с половиной часа, как и у меня. И вот интересно получилось как. Вот у меня сестра оказалась более дисциплинированной, чем я в этом отношении. Мы приезжаем домой, он нам дал как бы правило, как бы утренние и вечерние молитвы читать, все воскресные и праздничные дни в храме, обязательно, чтобы на все ночные мы были. То есть вот такие первые, какие-то вот отдал эти самые ценные указания нам. Мы приезжаем домой, дал молитвослов нам, или было молитвослов, я не помню, но молитвослов у нас был. И только сестра мне говорит вечером, надо вечерние молитвы читать. Я говорю, ты что, с ума сошли сошла? Ну как, наш батюшка сказал? Я говорю, мол, что он сказал? Я говорю, это же на всю жизнь, если ты сейчас начнешь это читать, это читать же невозможно, я говорю, какие еще у тебя утренние и вечерние молитвы? Я говорю, ну, сказал и сказал. Я говорю, это что, у нас по-другому жить теперь? И она, нет, она сказал, давай, а наша старшая сестра так? Я говорю, ну, давай читать, ладно. В общем, читаем. Пока читаем, мы вслух причем читали. Первый раз же читали. И вот у нас первое это время было, мы пока читаем, мы все переругались. Ты не там ударение поставил, ты не так это слово произнесла. В общем, первый молитвослов у нас были так, что мы поругаемся, поверимся сто раз. Но читали добросовестно. Потом проходит неделю-две, как мы верующие. Она стоит, говорит, слушай, а вдруг этого ничего нет? Я говорю, чего нет? Ни Бога, нет ничего. А, говорит, мы стоим молимся. Тут я уже на нее, знаете, ты что? Говорит, ну, давай, читай. Вот так мы друг другу как-то подгонялись с сестрой. И потом уже, кстати, к бабушке стали уже тянуться. То есть он, когда приезжал в Москву, мы потом, и у него все время была проблема, где остановиться. Почему, знаете, эта проблема была не из-за того, что не было людей. Много было у него духовных чад, да, у которых мог остановиться. А вот такой подвижник, когда живет у тебя дома, к тебе прибегают все бесы, которые его искушают. Мы были совершенно наивные, мы ничего не знали, мы, батюшка, живите у нас. Вот вам, пожалуйста, у нас квартира в Москве, все, батюшка живет у нас день, два, три, потом начинается такое. Это просто, это просто свето-представление. То есть вот эти все эти, как говорят, что за мирским один бес ходит, за монахом сто. А за ним, наверное, тысячи ходило. Он когда уезжал от нас, вот после того, это просто вот, у нас все разгромлено, у нас почему-то кран сорван в раковине, хотя никто его не срывал. У нас унитаз течет, у нас как будто мама прошла по квартире. И мы сидим такие совершенно обессиленные, думаю, слава тебе, господи, уехал. Потом, знаешь, мы только подказались, мы только что-то, когда же ты уедешь? Вот приходили люди, причем люди приходят, знаешь, у них глаза вот так вот поперек. Когда он уже принимал этих самых духовных чат у нас, вот приходит вот какая-то вот села под искушением, все уходит довольный, благостный, все там и батюшка ендовал святыняк, утешил ее, все. А все вот это вот, с чем она пришла, все это осталось у нас, и потом все это на нас. И был такой момент, тоже я был духовно, так это не готов, я как получился батюшкиным келейником, да все, там он же был больной, там его глаза надо было ему закапывать, там что-то нужно было какие-то ему там правила вычитывать, что он тут хитрый, он такой был, у него такая была хитрость, но такая, он ее не скрывал. А как нужно делать? Вот у него глаза болят, давай, брат Константин, ты мне читай три канона Акафиста. Я вот ему читаю, он таким образом меня приучал к монашескому правилу уже. Вот, помоги, все время как-то, мне вот плохо, у меня вот я болею, там вот так вот как-то, а мне жалко же батюшку, ну давайте батюшку прочитаю. Вот, и вот читаешь ему три канона Акафиста, потом надо было ему вот эти глаза закапывать, ну что произошло с глазами? Он когда жил на Кавказе, у него там были страшные искушения, он говорит, если бы я вам рассказал все, что у меня, какие искушения у меня там были, вы бы не смогли слушать. Он говорит, просто заткнули бы уши, не смогли бы это слушать. Вот, вот, например, что у него там было? Они там не моются, монахи, да? То есть, у него такая традиция была, причем заставить его помыться было невозможно. Вот, на квартире, где мы исповедовались, был хозяин, он был перфекционист, он был такой чистюля, он жил очень и бедный, у него был идеальный порядок. И он батюшку буквально засовывал в ванну, чтобы вот только помыть. Батюшка упирался, голову единственное удавалось ему помыть, и все, он прям, он не мог терпеть, как-то батюшка не моется, так вот было. То есть, не возможно, а что у тебя не моется? Я, говорит, упал в речку с рюкзаком, меня по камушке потерло, вот я и помылся, или под дождь попал. И не пахло от него ничего, то есть, он как-то даже наоборот, на то, как это было гухани какой-то, как бы исходил от него. И вот он это самое, там жил этой пустыне, у него там началось какая-то на голове болеть, что ли, какой-то зуд, или еще что-то такое, да, и завелись вши. Причем голова покрылась коркой, коростой, и вши залезли под эту корку, то есть, их нельзя было оттуда выгнать. Это была немоносимая мука, просто жуткая. Он не спать не мог, ничего не мог. То есть, и днем, и ночью тебя просто вот кусают эти насекомые, а ты расчесываешься, а у тебя там эта корка. Потом, чтобы как-то эту боль, этот зуд, это самое, утишить, он под горную речку голову подставил, под холодную воду, чтобы как-то успокоить, и застудил себе нерв глазной. У него пошла еще хуже боль. Потом, это самое, спустился он там в сухоми, и какие-то эти доброжидатели, ну, правда, они не хотели ему зла, посоветовали. Батюшка, а вы закапаете себе в глаз это самое, коньяк с солью. И он закапал себе еще коньяк с солью. И сжег себе вот роговицу, и после этого ему нужно было вот эти вот, это уфон, это капать капли. И вот я помню, тоже он это самое просит меня, Брак Станин, вот закапай мне. И вот я первый раз тоже набираю это в пипетку, то уфон, целюсь капнуть, и у меня такая четкая мысль бесовская, выкаль ему глаз пипеткой. Я так испугался, я думаю, что это я подумал. Да ты что ж такое-то? А он у меня свой так перекрестил, он знал все эти дела, перекрестил меня, все, типа того, закапали. Я закапал, думаю, какой же я с Володой, думаю, как же я с Володой, думаю, что ж такое я думаю. Вот. И поначалу я по неопытности все эти мысли принимал, то есть я не понимал, что это от бесов. То есть я как-то еще, вот в отличие от сестры, кстати, она все батюшки рассказывала, по-женски по своей природе, а я как-то еще таил, мне было неудобно, мне как-то казалось, что это как-то или стыдно, или как-то, как же я ему признаюсь, что, например, я его там, он мне неприятен или еще. У меня тут чувство неприязни стало усиливаться, усиливаться, усиливаться. Дошло до того, что я с ним не мог находиться в одной комнате. У меня прям было, знаете, у меня прям как в огне угорел. Думаю, что ж такое? Я же думаю, всегда был добрый. Меня всегда называли добрый. Я был самый добрый сержант в армии. Думаю, что ж я такой стал, как беззлой, я ненавижу. Думаю, кого я ненавижу? Думаю, я же ненавижу самого дорогого человека, который у меня есть. Думаю, батюшку этого своего. Думаешь, а я прям не могу. Я прям не могу с ним вообще. Я потом ушел от него спать в комнату к сестре. Не могу с ним не спать, не видеть его, не молюсь, когда у меня голос низкий, хриплый, как у беса. Я себя не узнаю. Я мучаюсь. В общем, какой-то кошмар. В общем, когда я переночевал, там уже вот отдельно-то, он потом с утра приходит и говорит, брат Константин, мне сегодня сон снился, что у тебя в комнате пожар, а я пришел, его затушил. Я помню, что он всю ночь молился за меня, чтобы вот это мне потушить. И потихоньку, потихоньку, вот это не сразу. Вот этот пожар у меня действительно потух. Но у меня поселился страх быть с ним, находиться рядом, что он приедет, что он меня куда-то возьмет с собой. И вот этот страх он мне очень много испортил, не дал мне взять от него духовный опыт перенять в полной мере. То есть вот этот страх у меня все время находился. Вот с этого момента у меня поселился в сердце этот вот страх. Страх вот этих бесовских нападений. Так что я к ним был не готов. Вот. Только вот, и понимаете, то есть сразу вот оказаться новоначальным и вот с таким подвижником это очень такой тяжелый опыт. Потом был еще момент, когда он взял с братом Ильей, такой был тоже парень, из этой же общины вот верующих. У него как раз мама вот была в этой общине и два сына. Илья и Андрей. Высокий такие под два метра парня. Вот батюшка взял к себе туда, к нам на Красную Поляну. Он там хотел построить келью, потому что его келья была в Абхазии, а там была Грузинно-Абхазская война. И там, где он был, там уже было все заминировано, там было не пройти, да и у него и паспорта не было, а там уже граница появилась. Вот. И вот он туда не мог попасть к себе, в келью, ну или с большим трудом, и он нашел, где-то надо строить где-то келью в другом месте. Вот. И взял нас. Вот двоих кто-то поехали мы в Сочи с ним, вот, с этим братом Ильей. Причем я-то вообще гуманитарий, я никогда в жизни ничего не строил. Илья хоть что-то какой-то шалаш вся во дворе. Вот. Мы приехали на Красную Поляну, там отец Симон такой был, он сейчас на Афоне. Мы ходили на гору Аивгу, искали ему там место, где тоже интересно на эту гору, когда мы поднимались. У нас там брат сочинский был, как-то я не помню, как его звали, тот, который по горам лазит. Такой спортивный, такой весь уже тренированный. А мы-то я в гору вообще никогда не был, не лазил никуда. И по ровной местности я много не ходил, там, чтобы пешком, там уже или на машинах ездим, или на автобусах, или так вот. А тут надо было лезть в гору, там, я не знаю, сколько километров, 30, что ли, по серпантину. Он нас предупреждает, вот будет три подъема, которые нам надо будет преодолеть. Вот. Ну, я иду, так мы дошли, вроде как подходим к горе. Вот. Я считаю, вот у меня первый подъем уже, это сам, думаю, слава тебе Господи, второй. Думаю, тоже я уже еле иду, третий, думаю, у меня подъем, думаю, все, слава тебе Господи, думаю, что у меня кончится третий подъем, сейчас это сам уже, все самое страшное позади. И этот брат говорит, вот мы подошли к первому подъему. Я думаю, господи, это что было тогда до этого? То у меня уже все... И в общем, мы полезли в эти подъемы, это был какой-то кошмар. Первый там, я предполагаю. А Илья, вот этот он высокий, у него очень позвоночные грыжи, он вообще... Я говорю, Илья, я сейчас умру. Он говорит, не умрешь, у тебя второе дыхание. Я говорю, уже было. У тебя второе дыхание откроется. Какое второе дыхание, все дыхание кончилось? Нет, говорит, увидишь. В общем, короче, у меня действительно в конце второго подъема второе дыхание открылось, я уже полез как-то легче. А Илюшка стал с третьего подъема прямо скатываться. Он просто залезет и прямо валится назад. В общем, еле-еле мы этот третий подъем преодолели, три подъема. И потом у меня в конце вдруг свело ноги, мышцы. Думаю, все, меня парализовал, думаю, доходился, думаю я. То есть этот брат нас просто погнал неподготовленных слишком в таком мощном режиме. В общем, потом мы переночевали. Она называется у них балаган вот в этих лесах. Это такой сарай из бревен, без окон, вот с крышей. И вот там как раз те, которые там ходят по горам, в том числе и пустынники, они могут там заночевать, когда непогода или еще что-то. И там все время есть запас сухих дров. Ты там прямо в этом же балагане ты разводишь костер, прямо тут же у тебя там дырка, это сам есть, как в юртах, знаете, то есть у тебя не печка, ничего, а прямо тут же, чтобы согреться. Но ты должен опять натаскать туда дров, туда же, чтобы они успели высохнуть. То есть ты вот этих сжег, будь добр, это еще запас оставь после себя. С этим балаганом интересный случай был, который батюшка нам рассказывал. У них в горах Кавказа там не только в советское время прятались пустынники, но и преступники тоже. И был у них один акаратист, который скрывался от закона, неверующий совершенно. И он слушал всякие рассказы пустынников, как их бесы искушают. А бесы их там искушают так же, как на входе, они им видимым образом являются. И много таких всяких историй, как пришел бес под видом брата или еще какие-то, или таким явным образом. Этот с усмешкой слушал эти рассказы пустынников, все, говорит, вы врете, монахи, вам делать нечего, вы не ядцы, ничего этого нет. И один раз батюшку рассказывал. Вот этот как раз брат жил в таком, я думаю, из балаганов. Каратист вот этот, да? Каратист вот этот, да. И о его келе батюшкина была очень опасной, там был такой участок дороги, даже не дороги, а просто как-то тропа, не тропа, там уже тропа, считай, нет, там надо было по роду дрону как-то лезть. В общем, очень с большой осторожностью они его проходили, чтобы не свалиться в пропасть. Вот. Часа два они вот преодолевали этот участок. И вдруг, говорит, я вижу, и в своей келье несется этот каратист с криками, с воплями за полчаса. Он добегает до его кельи и говорит, я видел, я видел. Говорит, что, говорит, ты видел? Заходил в свой балаган. Там сидит мохнатое чудище под 4 метра там ростом, с какими-то страшными глазами на него смотрят. Вот, он увидел беса в таком вот виде. Вот. И он встал из тех, вот, я теперь, говорит, верю, что действительно все, что вы говорите, что это правда, все это есть. То есть, то, что вот как раз написано в потеряках у святых отцов, что если вы в монастырях в общежительных с бесами борются, как с голубями, то в пустынях, как с хищенными какими-то львами, там, с зверями. Да, у них это вот, он про это батюшка тоже рассказывал. Много там вот таких историй у него было, как один монах приходит к другому, просит там чего-нибудь с него, дай мне там тебе там напильник, да, вот, вот ему дают напильник, он уходит. Потом приходит к нему, говорит, ты, говорит, у меня напильник брал, я к нему ничего не брал, ну, ты ко мне приходил, да я к тебе не приходил, это, говорит, был не я. Вот таких условий, в истории у них там очень много было. Их вылавливала милиция в советское время, они же были без документов, они, естественно, все паспорта свои сожгли, как обычно, потому что там серый, это самый серп и молот, все это как посчиталось у них сатанинская символика, то есть такие они ревнители. Их с вертолетов вылавливали, или в городе где-то, один раз батюшка тоже, они же как, они спускаются там, например, да, вот зиму перезимовали, и потом они за продуктами спускаются в Сухуми, там у них был дом, где верующие женщины, там, в том числе из Лавры, кстати, старцы наши лавровские, туда отправляли продукты для пустыни, и вот они запасаются, и что они туда унесут себе, в горы поднимут, то как бы они там и едят, вот, особенно там вот осенью, когда последняя ходка там у них есть, вот, и тоже вот он говорил, батюшка, вот что там вот хочется больше всего им? Рыбки, потому что рыбы там особо не донесешь, вот, причем не только, не только консервы, консервы, они же вредные, да, и тяжелые, вот селедку, говорит, принесешь туда, донесешь еще, съешь ее там в первые же дни, да, а скелет это не выкидываешь, скелет в речку, в горный под камень засунешь, и он там сидит до Пасхи, этот скелет трепыхается в этой горной воде, и потом на Пасху уже ничего не осталось, как все съедено к Пасхе, осталась мука, мука вот есть, причем с машинным пометом, перемешку, вот, и это самое, и что вот он делает, как вот ему, ему хочется как-то, рыбного духа, чтобы он достает этот скелет, толчет его, как вот в муку, замешивает его с тестом, это у тебя, говорит, лепешка, как он батюшка называл, лепешка с рыбным духом, вот это, пожалуйста, пасхальная терапия, занахарита, такая вот у него. И один раз он, все-таки, вот его милиция... Да, милиция один раз его поймала, и посадили его, это самое, в карцер с крысами, и он говорит, это самое, он говорит, сидит-то смотрит, его за пятку кусает, крыса, и это он начал молиться, причем он сначала он нам рассказывал эту историю, как будто это не с ним было, а потом забыл он, что он так рассказал, а потом рассказал, что это с ним было все-таки, вот. И молился, говорит, и поднялся на воздух, и вот две ночи он там был, и вот все время, пока он молился, он находился прямо на воздухе, чтобы крысы его не коснулись. Только пятку его укусили, ему и все. Вот такое прям явное чудо тоже было с ним. А потом его через три дня отпустили, на третий день отпустили его. Потому что там о них, в принципе, какие-то претензии-то к ним скажешь. Или бывало, что даже как-то их там что-то приносили за них, там вот эти верующие все-таки, может, выкупали, я не знаю. Вот такой тоже случай был с ним и с батюшкой интересный. И вот эта келья, в которой она там была, она уже вся развалилась. Собственно, там уже у него уже там... Сам он ее не мог отремонтировать. Он хотел построить где-то, найти место в новую келью. Где-то вот уже в границах России, чтобы уже не в Абхазии было, не в Грузии, где уже не пройдешь. И вот он взялся, Илюш, туда вот эту келью ему строить. Ничего мы не построили, мы залезли вот на эту Аивгу, на эту гуру. И тоже, кстати, вот там было... Это было где-то перед усекновением главы, а на предтете. Где-то это в 10-е, 9-е, 10-е где-то получалось сентября. Мы там ночевали, уже там холодно, и нас первую ночь засыпало снег. Причем этот брат, который нас туда завел, он нас бросил и пошел вниз, побежал сразу в этот же день. Потом, чтобы привезти батюшку. А мы вдвоем с Ильей остались там. Какие-то у нас заставки, какие-то упавшие деревья, елки такие, стаскивают, чтобы из них можно какую-то келью построить. Там у них был натянут такой полиэтилен. И под этим полиэтиленом ты спишь в спальном мешке. Спальные мешки у нас были с собой. И вот мы спим эту первую ночь, и вдруг такой виск, как будто женщину режут. Вой какой-то. То есть какие-то такие звуки были жуткие. А мы такие были уставшие после вот этого какого-то залезли-то. Я думаю, да пусть хоть конец света и что угодно будет. Я буду спать, и все. Снегом меня завалит, думаю, что угодно, я буду спать. И, в общем, просыпаемся снегом. Действительно, нас завалило, этот полиэтилен упал. В общем, мы как-то выгреблись оттуда. Так это бесовские страхования были? Были вот эти бесовские какие-то страхования, да, такие вот. То, что вот у них там... Но мы были настолько уставшие, что нам как-то даже не напугало нас. Вот это вот. Потом на следующий день или через день, не помню, приходит уже вот этот опять брат с батюшкой, уже с отцом Симоном. Этот брат с отец Симоном, они же здоровые такие, молодые еще. А батюшка у нас, он уже... У него здоровье совсем уже было никуда. Он еле-еле залез туда. Он ноги себе сбил тоже в кровь. У него прям кровавые мозоли. Вот он сидит. А вы знаете, у меня опять вот старая закваска. Я вот вижу батюшка, и у меня опять начинает бес меня против него отвращать. Да что ж такое-то, думаю. Вот сижу, и он снял в сапоге. Я смотрю, у него прям ужасные вот эти мозоли на ногах. И он говорит, может мне кто-нибудь помочь перевязать раны, как вот это самое, что-то смазать их. И всех как парализовало. Я говорю, боже, да конечно могу. Я ему все это перевязал, как-то обмыл все это самое. И он с такой благодарностью на меня посмотрел. И у меня вот это, опять это чувство, этот бес от меня отошел. То есть все время приходилось вот это вот, сопротивляться вот этому. То есть все время тебя против духовника настраивает враг рода человеческого. И причем ты не хочешь этого, а у тебя все время вот эта бронь идет. Это очень важный момент. У нас многие тоже мечтают. Вот я хочу, чтобы у меня был духовником, там старец какой-нибудь благодатный, там святой или еще кто-то. А знаете, это очень сложно быть рядом со старцем. А кто-то хочет там келейником или келейницей. У тебя без так скруто. Вот не случайно все эти рассказы про хожалок, которые у старцев, которые там это самое, да, устраивают им такую жизнь, они потом сами становятся как бесы. Это явление духовного существует. И старцы иногда специально послушались вот этих вот хожалок, которые бесноватыми уже становились, да, чтобы смирять себя. Вот. И я это знаю, как это может произойти. То есть я знаю какие-то нападения страшные. Постоянно находиться с таким человеком невозможно. Я от батюшки сбегал. Две недели я выдерживал. Все. Потом я уже считаю, прям даже, ну, уедешь завтра. Я говорю, дай тебе сегодня пойду билет куплю. Я бегу на вокзал, смотрю билет. Билетов нет на сегодня, только на завтра. Да ну, что ж такое, думаю, еще один день надо терпеть. Понимаете, вот дохтаков доходило. Прямо сбежать и все. Прямо вот не могу еще даже одного дня дотерпеть. Вот такие были эти самые нападки. Получается, что если духовный наставник, он святой человек, то надо и самому этому соответствовать. Ну да, а ты же уровень совершенно другого. А у нас мы-то все хотим как? Вот нам бы святого старца. Да, святого старца. Ну да, это мечтаем, да? А ты убежишь тут же от святого старца, ты в бес превратишься. Потом он у меня еще что? Мы с ним ездили паломницей везде. Почему? Это его справка, у него паспорт не было. Удавалось нам все время на Ленинградском вокзале, на Ярославском вокзале. Берет ты ему берешь, они там смотрят какую-то фотографию. Вот раньше было проще. Можно было по этой справке, которую ему дали в лавре, когда он здесь был, еще в служении проходил. Он по этой справке, я ему покупал билеты, и мы ездили. Ездили больше, чаще всего, в Дивеево. Он очень любил нас в Дивеево возить. И в Дивеево он мне предсказал, что я буду монахом. Один раз мы с ним сели на трапезу, садимся на стол. Я встаю со стола после еды и смотрю, у меня на спинке висят монашеские четки. Причем, когда я садился, их не было. Ну, я бы не сел за этот стол, где четки весят. Общем, такие большие довольно-таки. Я говорю, что это четки? Я говорю, откуда это? Он говорит, твои. Я говорю, как мои. Ну, а если на твоем стуле висят, значит, твои улыбаются так хитро. Он говорит, будешь ты, брат Константин, монахом? Я думаю, сейчас думаю, буду я монахом. Знаете, у меня тоже идет эта пара, не буду, не собираюсь, я думаю, монахом быть. Ну, а тогда он мне как-то предсказал первый раз, что буду я монахом. Причем, эти первые поездки были в Дивеево. Он собирал, а человек по десять. То есть, он всех вот этих, кто в Москве у него там есть, чад, все, кто хотят. Причем, а чад были разные. Чад были и богатые, и бедные, и ученые, и всякие. Вот, и вот он соберет нас всю в одну команду. Причем, водитель у нас сестра моя. У сестры какой-то жуткий кашля. Вот, нам надо в Дивеево ехать. И она, где она, что, она такой вот ровный какой-то. Она прямо не кашлял, она просто рычала. Причем, вот, и дружеск какой-то. А она тоже такая девушка с характером у меня. Она говорит, я не поеду. С таким кашлям, говорит, куда я поеду? Я, говорит, это самое. Я, говорит, видите, как я кашляю? То есть это. Батюшка, ну, хорошо, если вы не поедете, я тогда сам поеду. Без вас. И, в общем, она как-то смирилась. Ладно, говорит, хорошо, поеду. И все, и тут же нет, кашляй прошел. А у батюшки было в это время воспаление легких. То есть он все время был, он все время был такой слабый. То есть даже не поешь воспаление легких. То есть даже, даже не поешь воспаление легких. А вы-то чего? В общем, как-то так ее пристыдил. Поехали мы, 10 человек туда. Приезжаем, жить там негде. У нас там у него знакомые были. Там какой-то был дом, в котором они сами не жили, потому что там невозможно жить. Маленькая там одна комната. И кухонка какая-то, и никаких условий вообще нет. Вот мы спали все в десятером. Не поймешь, как. Кто напал? Причем там мышами воняло. А там богатый бизнесмен какой-то со своей женой. Там какая-то, это самое, который закончил МГУ, факультет философии, там со своим мужем тоже. В общем, там потом поэт был один, и жена у него тоже такая поэтесса. То есть творческие такие люди. Эти хоть догадались, они умные, они в машине остались спать. Они в дом не полезли. Вот батюшка в какой-то кладовке залез спать. Над ним над головой висела пила такая зубастая. Он говорит, что память смертная. И мы там жили где-то 10 дней в Дивее. Мы тогда жили. И тогда, знаете, первый момент, когда мы с батюшкой ходили, он взялся за меня сразу. Вот буквально в первый же день. Он сразу меня взял, чтобы это... Он, наверное, понимал, что времени очень мало. Три с половиной года мы сегодня с ним были. Что нужно как-то поработать с нами. А за сестру не брался. А я с сестрой с ними жаловался, что вот я не могу, что мне плохо, что мне трудно. А она, естественно, со своими какими-то, с этой же общиной уже верующей все время теперь это сам обсуждала. И они решили женским своим советом, что Костя слабый, Костя вообще неподвижник, мы такие все крутые женщины, а это так не поймешь чего. Вот он на батюшку постоянно что-то там это самое. А вот Лена вот такая, Лена прям вот, вот она молодец. Я думаю, я просто понимаю, что за Лену-то еще не брался, батюшка-то. Думаю, если возьмем за Лену, то тут вообще конец света начнется. Кажется, за Лену он взялся в Дивеево. Батюшка. Лена была водителем у нас. И вот, знаете, тоже не давал ей это самое, покоя. То есть вот ты нас привезла, надо Дивея попробовать доедеть, ты еще давай есть готовь. И еще там никто тебе помогает, чтобы всех куда-то распределить, чтобы ей никто не помогал. Потом ей говорят, а вот теперь идите отдохните спать. А ее зло берет, она спать не может. Вот ей дали час или два поспать, а ее накурс, она вот пролежала, и так она не уснула эти два часа. Потом идем в собор, она идет ропщат, меня жалуется на батюшку. Вот, батюшка невозможно, прям с ним невозможно, а батюшка идет сзади и все слышит. А я-то все знаю, а мне вообще красота. Дивеева, я хожу, у меня благодать, у меня здесь Рафим Саровский, у меня источники, у меня прям все, у меня все отпустило. То есть вот, и знаете, чего вот в этом важно? Он как духовник не боялся нас исправлять. Вот я как духовник этого не делаю. Я боюсь трогать современных людей. Я боюсь, что с ним начнется вот тоже, даже хотя бы малые доли того, что вот я там, например, распадал. То есть я понимаю, что, ну не вынесите, они просто меня возненавидят, и если не убьют, то проклянут, или куда-то сбегут, или еще что-то. То есть боишься даже слово сказать иногда. Понимаете, может быть, это плохо. А он не боится. Он шел на этот риск. Многие, конечно, от него отпадали, от батюшки. Многие просто пропускали мимо ушей, не слушали ничего. Мы этого старались, как раз он еще говорил, вы, говорит, как хоть что-то пытаетесь исполнять. И действительно, вот как он нам сказал, чтобы мне это самое, утренний, вечерний молитв. Вот с тех пор мы читаем утренний, вечерний молитв, чтобы не пропускать сеношный. Причем даже он как говорил, вот посмотрите в календаре, вот служба отметина черным, там полилейный. Если вы на службу не пошли, вы должны дома ее вычитать. А мы верующие полгода. Мы еще какую мы службу знаем, мы ничего не знаем. Мы только в салтыре, вот мы начали читать, там сразу до апокапизмы в день читать. Вот мы только хоть научились читать по-славянски. Купил этот великий сборник, можно три тома такие, где там это самое, где вот все службы. И вот мы сидим, читаем вечернюю, причем ничего не соединяя, ничего не зная. Вот просто вот прочитали это, это, это утреннюю, там штаб-салмия прочитали. Вот так вот мы вычитывали. То есть мы стали как добросовестно все исполнять. Как батюшка сказал, значит надо. И вот это заблуждение, что нам начальник не надо грузить, вот он нас загрузил по-монашески, по полной программе. И знаете, и мы все это как бы вынесли. И у нас такой фундамент прочный образовался, что вот мы с тех пор, вот сколько с 96-го года прошло, с 97-го, да, вот мы не пропустили по безуважительной причине ни одной стеночной. А тем более, что он говорит, что нельзя причащаться, если ты без стеночной. Если я сейчас бьюсь со своими прихожанами, сейчас везде повально распространено, идут причащаться, на все ночные никто не ходит. И не приучишься, особенно в провинции. Еще в городах крупных как-то народ более сознательный, они как-то понимают, что это надо. А в провинции, вот они привыкли в деревнях, что они этого не делают. Все, у них-то, они считают, что даже чуть ли не грех на все ночные ходить, и до такого может дойти. Что вот у нас так было всегда, а тут что-то приходит, что-то нас начинает новому учить. Очень трудно это преодолеть. А вот он нам закладывал фундамент, тот, который нужен был. Три с половиной года всего. Всего три с половиной года он с нами побыл. Но много чего он нас научил, много что он нам рассказал, много чего собственным примером показал. А вот еще собственный пример, как он держал слово. Это тоже, вы знаете, терпеть было трудно, даже просто свидетель. Вот мы идем, например, в Московскую духовную академию, подаем записки. К нему подлетает какая-то вот такая вот блаженная верующая какая-то, блаженная в кавычках, да? И это самое. Батюшка, вот они его знали откуда-то все. Вот, пожалуйста, вот вам записки дают целые, этот самый, несколько записок. Подайте 40 литургий и убегает. Дала там 3 рубля какие-то. 40 литургий подайте по разным монастырям. Он смотрит эти записки, и он ходит по монастырям и подает за свои деньги, которые там жертвуют ему, кто его брал. 40 литургий. Я к батюшку говорю, зачем? Это какая-то сумасшедшая тетка, говорю. Помените один раз, да и ладно. Нет, это самое. Вот это вот, как он словит. Потом один раз был у него тоже, ему какая-то тоже благодеятельность в кавычках. Решила пожертвовать обувь для пустынников. Вот обувь же им нужна. Притащил целый мешок этой обуви. Вот, батюшка, вот донесите пустынникам туда. Да-да-да, конечно, я все передам. И ушла. А батюшка не догадался посмотреть эту обувь. А мы потом его собираем. У нас там была такая, сейчас она царствие небесной надежды. Вот она им очень так, она прям очень дотошно собирала. Прямо рюкзак ему, там прям вот ничего не сунешь, даже иголку так она ему прям все здорово делала. Очень была педантичная, прям такая перфекционистка. И вдруг она открывает этот мешок и смотришь, что там рваная, ужасная обувь. Только выкинуть обувь. Все эти сапоги, ботинки. Они на где на себя, на помойке что ли? Она говорит, батюшка, ну это говорит, мы давайте ему выкинем, куда же вы понесете. Зачем вам? Вам же нужно ценные донести. Вот представь, туда попробуй поднимите его. Он говорит, нет. Я же, говорит, я обещал. Ну, батюшка, ну что, ну вы уже выкинете? Ну, говорит, выкину. Ну, я и обещал, значит, я понесу. И вот он вместо продуктов, вместо свечей, вместо того, что он должен туда было принести себе в кель. Это было еще до нас. Это они нам рассказывали. Это еще задолго до нас, как мы с батюшкой познакомились. Он тащит вот этот вот мешок с этой обувью и там его выкидывает наверху. Но он выполняет свое слово, он держит свое слово. Конечно, сейчас нам уму непостижимо. То есть мы со своим рациональным как бы умышлением мы выкинули бы сразу бы этот мешок и даже потом не вспоминали бы про него. Но вот он вот такие эти самые, такой пример нам показывал, как нужно слово держать. И действительно он очень был в этом отношении щепетилен. И он был удивительно благоговейный. Вот тоже еще поясний святогорец, по-моему, говорит, что о благоговении можно учиться только от благоговейного человека. И вот он нам тоже показывал пример благоговения. Во всем, в мелочах даже. Вот мы едем с ним в Сочи. В Сочи мы несколько раз с ним ездили в поезде, в купе или в плацкарте. Я уже под батюшку подстроился. Я знаю, что надо с утра встать и сразу замолитва слов, сразу утренние молитвы. Все, я проснулся заранее. Смотрю, батюшка еще спит. Пойду в туалет, умоюсь. Все, как бы это самое, лежать, ждать, пока он проснется, чтобы сразу молиться. Все, смотрю, батюшка зашевелился, встает, там он причесывает себя, там эту резиночку, тряпочка какая-то у него была, вместо резиночки даже. Я соскакиваю с верхней полки, надеваю носки, как бы это самое, натягиваю, и молитва слов. Он говорит, батюшка, молиться? Он говорит, как молиться? А ты, как, руки помыл? Я говорю, а зачем? Ну, я, как бы, в туалет, я уже сходил, все, как бы в туалет сделаю. Я говорю, ну, ты, как, носки надевал? Я говорю, ну и что? Ну, он говорит, ты молитва слов взял? Я говорю, ну и что? Он говорит, а что, совесть не обличает? Я говорю, нет. Он говорит, это плохо. И вот, знаете, все, вот он сказал, и вот с тех пор меня совесть обличает, вот каждый раз. Вот так он прививал к благоговению, чтобы я теперь взял чего-то, где-то, какими-то грязными руками, где-то что-то я потрогал, и потом за какую-то священную книгу взялся, нет. Вот так он нам как бы вдалбливал, вот такие вот моменты. Это много таких, это один из моментов, а таких было очень много моментов, когда он приучал к благоговению. Когда я сейчас вижу даже священников, очень распространено, особенно в связи священников, привыкают к очень неблагоговейным отношениям к святыне. А ему можно научиться только от благоговейного человека. И нужно научиться, потому что это тоже очень важно. Вот таких уроков много было от него, как нами усвоено. И он очень боялся экуменизма, объединения с католиками. Вот мы были с ним в Тобольске. А он обходил там костел какой-то в Тобольске есть. Он прямо вот, давай на эту улицу не пойдем, давай через две улицы вот так вот его обогнем, только чтобы вот мимо этого собора не ходить. И постоянно как-то вот он очень такой в этом отношении был ревностный. Он настоящий ревнитель. Ну и естественно, конечно, он был против ДННов, он не дожил. Он уже батюшку умер в 99-м году. А он штрих-коды вот эти не любил. И всякие эти карточки. Он говорил, что пока много карточек, это еще ладно. Вы можете брать, я брать не буду. И когда в метро стали по карточке ходить, он перестал на метро ездить. А когда будет одна карта, в которой будет все, и документы, и страховки, и паспорт, и все, когда единая карта. Вот это уже притеча антихристовой печати. Вот я вам уже не благословляю брать вот эту единую карту. Но пока мы сюда этой единой карты не дожили, хотя вот этот искусственный интеллект нам уже к этому вплотную подводит. И он такой был прямо, знаете, вот у нас же эта самая программа называется «Экзегет». И вот я положил здесь вот апостол, чтобы как бы у нас было немножко экзегезы. Вот кто они такие? Вот эти вот пустынники, это люди, которые вышли из церкви как бы советских все времен. Вот у нас вторая глава «Откровение Анна Богослова». А третья глава, да, апокалипсис, третья глава. Это как раз, вот помните, ангелам этих самых малазийских церквей. Ангелу этой церкви скажи, ангелу Сардийской церкви напиши. Так, говорит, имеющий семь духов божих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. «Бодрствуй, утверждай прочее, близко и к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его». Что это за Сардийская церковь? Вот по толкованию святых отцов, вот эти церкви, семь эфесских церквей, к которым обращается Господь, к ангелам этих семь церквей, это периоды исторические бытования церкви, есть и такое тоже толкование. И вот эти три последние церкви, это три последних периода. И вот смотрите, вот это Сардийская церковь, ты говоришь, что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Это церковь, которая у нас была перед революцией, это церковь, которая выродилась в облановленчество, это церковь, которая потом стала беззастенчиво сотрудничать с советской властью. Вот она это. То есть она из этой эпохи как бы предреволюционной перетекла и в советскую тоже. И самая четкая характеристика, ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. Она и сейчас у нас еще есть, и мы ее видим. Это, кажется, те карьеристы, про которых мы начали свою речь, да? Те, которые приходят в церковь именно исполнять просто формальную форму, но в них нет жизни. И смотрите, что говорится, да? Что на тебя, впрочем, я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Вот оно. Это гонение начала 20 века. Действительно, они же никто не были готов, что вдруг такой ужас начнется, да? И, впрочем, у тебя в сарте есть несколько человек, несколько человек, то, смотрите, всего несколько человек. Мы-то привыкли, да? Сколько у нас сонного мучеников и исповедников, да? А в масштабах всего государства, этих почти что 200 миллионов, да, которые жили, ну, пусть там из нас, сколько там верующих было крещенных христианам, ну, 150 миллионов, 140, ну, даже 100, да? То есть это же, конечно, ничтожная часть. Это всего несколько человек, которые не оскорили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Белая одежда, да, тоже, опять-таки, как мы изображаем в новомочниках, да? И как дальше потом сказано при снятии пятой печати, да, что в белых одеждах они находятся, доколе ты, Господи, не мстишь за кровь нашу. Дальше будет, вот дальше уже в откровении Анну Богослова, да? И побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имя него из книги жизни, и испереду имя его предотцем моим и предангелами его. Вот эти те в белых одеждах, в том числе отец говорил, те, которые вот в эти времена остались неоскверненными. Это очень трудно сделать. И очень трудно из этой вот сардийской церкви, которая мертвая, да, выйти живым. Но это нужно сделать. И смотрите дальше, следующий период, который выходит из сардийской церкви и ангелу филадельфийской церкви. Потому что это больше всего мне нравится. Самые лучшие слова. Так говорит святой. Святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Затворяет, и никто... Вот, затворилось все. Гонение. Вообще ни одной книги, ни одного слова, нигде мы ничего не слышали. Знаю дела твои. Я отворил перед тобой дверь. Это на нашей жизни произошло. И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Это тоже про нас. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от година искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. А вот это вот филадельфийцы. А тоже, еще я помню, где-то читал, преподобный Аристоклий Московский, говорил в одной из своих духовных чад, еще в начале XX века, ты настоящий филадельфийка. То есть вот эти настоящие филадельфийцы, это те, которые приходят сюда, не имея сил, то есть сил мало. Мы сами, у нас сейчас у нас современных христиан нет тех сил, даже тех, которые, например, у отца Гавриила были, да, или, например, у старца Паиса Святогорца, да, мы на них удивляемся, у нас нет сил. Но что от нас нужно? Нам нужно, что только сохранить верность Господу, что ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от година искушения. Вот она година искушения уже находит, уже, наверное, нашла. То, что сейчас происходит на Украине, это вот година искушений. И это искушение, оно уже может распространяться по всему миру, и мы видим, как оно может начать происходить. Но если мы будем настоящими филадельфийцами гореть вот этими, не будем равнодушны, не будем карьеру здесь делать в церкви. Вот я, когда приходил в церковь, я меньше всего думал о том, что я буду епископом, я вообще даже монахом не собирался быть, и что я буду здесь делать какую-то карьеру. Я только думал, я только каяться в своих грехах юности. И все, я думаю, только Господь меня простил. И уникальное, то, что мне понравилось больше всего в православии, что здесь, оказывается, можно, тебя простят, и как бы просто так вот. И ты можешь как бы жить и со святыми людьми общаться, как бы, ну, если не на рану, то, во всяком случае, нормально. То есть тебя не будет никто унижать, то есть ты здесь становишься совершенно равноправным, такого нигде нет. Такого это просто невозможно. Просто ты покайся, и все, и не надо ничего тебе больше делать-то. Самое главное, это больше всего нравится, и, конечно, какой там торг, какая там карьера, какая выгода может быть. Вот это тоже очень важно помнить. И как-то вот это я тоже стараюсь сохранить и пронести как бы через всю свою жизнь, кем бы там я ни стал, даже если не епископом. Меня часто как-то упрекают, что такие епископы не должны быть, как я. Что нужно как-то, чтобы была какая-то некоторая стороненность, чтобы была какая-то дистанция. Не надо так вот, а думаю, надо для чего нас плодили вот таких епископов-то мелких. Именно для того, чтобы мы с народом были ближе, по теракции Рим, про это говорит Святейший, чтобы были ближе к народу. Зачем же нам сразу становиться вот такими вот какими-то недоступными? Зачем нам становиться вот этой вот сардийской церковью? Становиться мертвыми, да, когда мы живые? Зачем самим себя убивать? Ни в коем случае. И вот всегда надо вспоминать тем людям, которые приходят вот за это в наше время, время филадельфийской церкви. У нас очень хорошее время. Самое лучшее из всех вот этих вот периодов наша филадельфийская. Только надо это понять, осознать, но и стараться вот как вот действовать так, как здесь написано в Священном Писании. И дальше идет у нас ангелы ладыкийской церкви. Это самое страшное, что вообще может быть. Напиши. Так говорит Господь. Свидетель верной и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Ой, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты и несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помашь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так, будь ревностен и напоказь, если я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Вот эта ладыкийская церковь, которая будет в последние времена, отличительная черта, это вот эта равнодушие, теплоохладность, то, что мы уже сейчас наблюдаем, то, о чем говорил тоже преподобный поэсий Святогорец. Распространяется равнодушие, целые равнодушные поколения вырастают. Мы их видим, эти равнодушные поколения. Вот тоже лучше бы это было или холодным, или горячим. Холодным можно зажечь. Горячий, пусть даже если он не в ту сторону, как апостол Павел, как Савол. Он потом обращается, и он уже у тебя начинает быть самым ревностным. А когда вот эта теплоохладность, это самое опасное состояние души человека. Равнодушие, ему все равно. Ему и так хорошо. Он считает, что он богатый, что он в золоте весь, он благополучен. Это общество употребления, которое сейчас, это благополучие, которое сейчас везде у нас распространяется. Ведь вот таким образом уже бес всех пытается под свою власть подчинить каким-то относительным благополучием то, что нам обещается. Вот будете жить хорошо, ладно, и не надо вам слишком фанатеть. Не надо вам быть каким-то ревностными. Не надо слишком выступать куда-то, где-то чего-то, что-то обличать кого-то или что-то, и вообще выделяться откуда-то. Вот, не обращайте на что внимания, толерантность. Придумали это ужасное слово, да? Терпеть, и слова подбирайте, или еще чего-то. Владислав говорил, таким не был. Я сейчас расскажу, самое удивительное чудо, которое произошло с ним в Москве. Вот в 80-е годы, конец 70-х, начало 80-х стало среди советской интеллигенции научной модно интересоваться вопросами веры и религии. Были всякие дискуссии, споры, ученые спорили, как правило, сами с собой. И тогда стали как раз интересоваться и пустынниками кавказскими. И вот тогда к ним на Кавказ стали проникать ученые. И был вот один такой, сейчас он уже скончался, Михаил, доктор, физик. Он приходил к батюшке туда, в горы. Он был знаком с батюшкой, в келью к нему поднимался, преодолевал все эти маршруты. Он знал все вот это подноготное, как пустынники живут. И он как-то заинтересовал своих коллег, ученых, что приезжает такой анахарет, пустыня, которую в горах Кавказа прожил 20 лет. Я могу вас с ним познакомить. И вот устроил такое батюшке искушение. Позвал своих этих докторов, профессоров, академиков. И батюшка наш, вот этот вот худенький, в этом своем подрясничке, без зуба. У него технику машиностроительную, как бы из образования светского. Три класса семинария, как раньше было в конце 60-х. Приходят, и сидят ученые мужи. Такие все важные. Что его спасло поначалу? Они начали дискуссию между собой. Как бы про него вроде позвали на него, поглядя, диво-дивное такое. А на него пока сразу внимания не обратили. И вот он сидит, говорит. Я говорю, молитесь только, господи, помоги мне. Я не понимаю даже, о чем они говорят. Если он сейчас меня спрашивает, то я сейчас опозорюсь. Я не знаю, помоги мне, господи. Я в такой ситуации оказался, что делать мне. Причем молился очень горячо. И что происходит? Перед ним появляется книга с крупными буквами, потому что он был, зрение было плохое, проблемы. И, говорит, и там текст написан. Видение. Да, он ее видит в книгу. Видит, никто, естественно, не видит из присутствующих. И он начинает читать, что там написано. Причем я до конца дохожу, и страничка сама переворачивается. И вот так вот прочитал текст, книга пропала. И, говорит, я смотрю, когда они на меня смотрят, и говорит, батюшка, а вы где учились? У вас какое образование? То есть он им их языком ответил на все их вопросы. Он говорит, чтобы мне не гордиться, господь сделал так, что я ничего не помню, что в этой книге было написано. Вот действительно явное чудо с подвижником, который смиренный, совершенно не гордый, и вот такой вот молитвенник. У него была умно-сердечная молитва именно тогда, когда он там в пустыне находился. Он нам говорил. Как только он спускался с гор к нам в город, она тут же пропадала в этой суете. И он очень боялся умереть у нас дома. Ну, где-то в квартирах, вот когда он к нам приходил. Он все время жаловался, говорит, как Господь меня спросит, где ты, монах? А я говорю, ты где? Я должен быть там, а я говорю, здесь. А мы так обижались. Да, мы так тебя принимаем, мы тебя любим. Да, ну, умрешь у нас, думаешь, прям, не дай бог, конечно, умрешь. Ну, думаешь, что уж прям такого, что тебя Господь прям накажет-то. Вот, как нам казалось, что вроде как он не ценит нашу любовь. А ему действительно было невыносимо даже среди нас. Потому что все равно мы были мирские, потому что все равно мы какое-то что-то свое. И все время нужно было ему под нас подстраиваться и терпеть. А вот, кстати, Владыка, как я понимаю, когда ездили в Дивеево, то там же он сам исцелился и от воспаления легких. Ну, да, вот этот момент упустил. Он своим легким же поехал туда. А там источники есть такой садис, очень холодный. И мы там, ну, там не погружаешься, а набираешь ведро и поливаешь себя, как сверху. И вот мы все ведра вылили на себя. И батюшка говорит, давай, говорю, на вас. Я на него лил ведро. Он говорит, давай, говорит, аккуратненько мне на спину полей. И вот я ему так три раза полил аккуратненько. И он исцелился в этот момент от воспаления легких. А потом он сам признался, говорит, у меня прям закололо-закололо внутри. Говорит, все, говорит, и все, говорит, и все, как-то прошло. Такое исцеление произошло там на садисе. А там еще были очень интересные случаи. Именно в ту поездку как раз мы перед самим праздником преподобного Серафима ночевали, наконец, не в этом доме ужасном, где мы все уже измучились, а поехали в скит-канерго. И там уже были нормальные более-менее кровати. Там мы как-то хоть одну ночь поспали в человеческих условиях. И мне там снится сон. Сон рассказывает, как считается, не очень хорошо. Православные традиции батюшка тоже нас об этом всегда предупреждал. И поэтому я как-то с такой осторожностью всегда отношусь ко снам. А то сон удивительный мне там снится. Я иду где-то в какой-то западной стране, где-то на западе, по мосту иду. А там идет какой-то фестиваль, фиест или что-то такое. Все ряженые, карнавал даже. Кто изображает Матерь Божию, кто Спаситель, кто святых каких-то. Все радуются, ликуют. А я стою на мосту и смотрю сверху на них. И как-то Господу обращаюсь. Господи, вот они вроде тоже верующие христиане. Вот изображают тебя, Матерь Божию. Какая вера истина эта? Вот скажи мне. И вот вдруг на моем вопрошании появляется в небе с их стороны радуга. Но эта радуга, какая я знаю, что она не на своем месте. Что она как бы сдвинута. Какое-то у меня такое есть осознание. И если это принимать как западная сторона, потому что это в какой-то западной стороне я нахожусь, то по отношению к ней на юге появляется тоже радуга. Такая блеклая-блеклая какая-то, прям блеклая совсем. Но вроде как на своем месте, но прям совсем слабенькая. Я такой уже в недоумении, даже чуть не в уныне. Думаю, вот у них дома на западе есть, на юге есть. А я как мы-то в Восток. Да у нас почему-то ничего нет. И вот только я как-то так подумал уже. И вдруг на Востоке появляется яркая-яркая радуга. И четко на том месте она должна быть. В этот момент я просыпаюсь. Я рассказываю этот сон батюшке по дороге, когда мы уже едем на службу. Он говорит, о, тебе приснилось прям торжество православия, брат Константин. Как-то он мне не сказал, что плохой сон. Мы приезжаем в собор в Труицке, в Дивеево. А там, помните, был такой сейчас, он уже скончался. Отец Владимир Шикин, удивительный тоже подвижник, батюшка такой энергичный. Прямо он там бегал, прям вот так вот по всему собору, и народ за ним бегает. А мне он тоже очень нравился, я любил у него исповедоваться. И все к нему подбегают, батюшка благословите, батюшка благословите. Я тоже подбегаю, батюшка благословите, голову так накнул. Он мне так по лбу ударил, так глаза смотрит. Торжество православия. И побежал дальше. Все к нему, ой, батюшка, и меня ударите, и меня ударите. Я никого уже ударить не стал. Прямо как проведен. Это прям подтверждение, да, и мне вот это торжество православия приснилось. И отец Владимир, прям торжество православия, вот как раз такое было подтверждение. И, кстати, у меня потом иерейская хиратуни была на торжество православия. Еще как бы третье такое подтверждение, что это действительно у нас все-таки вера неповрежденная. В Таджикистане были, то старались тоже являть торжество православия. Ну там да, там да. Там вообще было очень как-то все жестко в Таджикистане. Там же вообще не было епархии, да. И даже соотечественники, которые пережили гражданскую войну. К ним особый, конечно, уже был подход, особое отношение. Ну и они, конечно, люди, которые пережили скорбь. С ними проще, с одной стороны. То есть они более податливые, они более благодарны. Им любое внимание, это прямо у них слез сразу вызывает. Ну и, конечно, любое напоминание о России, это прям просто плач. Я потом вот недавно уже, мы приезжали, помню, в Ташкент с дьяконом Никитой. Вот у меня есть такой хороший голос, он поет хорошо. И вот он там исполнял песню «Гляжу в озера синие». И вы увидели наши соотечественники за рубежом. Они все рыдали. И он, в конце концов, в конце песни тоже рыдает. То есть они не могут ведь наши песни про Россию, про Родину слушать вот без слез. Владык, надо нам обязательно отдельную беседу посвятить именно вашему служению в Таджикистане. Вообще то, что вот вы видели, и как там православие себя являло. А вот отец Гавриил, как он закончил земной путь? Он меня отправил, благословил в Хеврон в 99-м году. На Святую Землю. На Святую Землю, да, в монастыре Святых Протец, где мы идем по-амбрийски, в Хевроне. А сам ушел туда, к себе в келье, он все урвал, к себе в келье дойти. Я, говорит, ненадолго, я, говорит, вернусь. И не вернулся. Он не дошел буквально несколько метров до этой своей кельи и умер на вершине горы, где он больше всего любил молиться. Место очень красивое. И даже вот книжку, которую я про батюшку, мы писали, я такую назвал «На границе с небом». И вот там он и похоронен. Там, причем, прям нашелся участок земли, там же скала, где немножко земли, где вот ему вырыли могилу. Он пролежал полгода всю зиму мертвой. Что с ним училось? То есть, действительно, уже организм не выдержал. То есть, кто-то говорит, что его охотники убили. Там охотники есть. То есть, это вот сейчас мы не знаем, какая его кончина была. Но когда он уходил, он отдал свою всю лучшую одежду, даже свою трость отдал какую-то, это самое, взял какую-то обычную палку. То есть, такое было ощущение у всех, что как будто он уже не вернется. Но нам он обещал вернуться. И вот он нас пропал на полгода. Я как раз в Хевроне. Мы молились за него. Батюшка так и не вернулся. Где уже зима? Там же снегом засыпало все эти места. И потом, я помню, даже дату 6 июня, его нашли. Мертвого. И там же он прям похоронен. Вот там, прямо на границе с ним. Там крест выдрузили. Братья Лавровская как раз ездила туда. Там батюшку вот и похоронили. Так, как он и хотел. Он умер в горах у себя. Там, где он молился. Именно на том месте, где он больше все любил молиться. То есть, не у нас, не в наших квартирах. Но с нами он всегда пребывает. И как-то мы это чувствуем. Многие заветы, правда, мы уже не исполняем. То, что батюшка вот эту строгость его жизнь, она в какие-то свои коррективы вносит. Но какие-то основные, вот эти такие основополагающие. Мы все-таки стараемся как-то держать. То, что тот фундамент, который он заложил, та основа, ее уже никуда не денешь. И слава богу. Владыка, конечно, вот этот пример, он просто потрясающий. Такого подвижника. И, конечно, у многих возникает вопрос, естественный вопрос. А вот сейчас есть там такие же пустынники, аскеты, которые такой же образ жизни продолжают. И также вот единение с небесным миром такое же имеют. Я думаю, что есть. Ведь когда он становился, вот 20 лет этим он жил, про него что-то никто не знал. И никто же особо не догадывался и не думал, что там вот такие формируются молитвенники, подвижники. Там же он не один был, да, вот на горах Кахказа книжка выходила. Да кто про них знал? Но только вот лавровские отцы знали, да, как-то сообщались. Какие-то там сейчас пустынники живут. Там же сейчас как-то и проще же стало. Есть у нас молитвенники в наших скитах, вот, например, в Ламских, Соловецких. Вот есть Анзерский остров, на острове Анзер, там вот это тоже это самое. Есть подвижники, молитвники у нас. И тоже сказано, что в последнее время они будут скрыты, они не будут себя являть. Потому что невозможно себя будет являть в наше вот уже даже информационное время. То есть если себя сделают кумиры, тебе покоя не дадут. Вот смотрите, как у нас преследуют старцы Ильи, да, у нас остался вот последний старец, да. Ему же проход не дают. Это же... И причем лезут люди-то к нему, те, которых особой нужды-то нет. Просто вот старец, вот у всех бизнесменов должен духовником обязательно быть старец Ильи. Понимаете, они же не могут быть, чтобы у них был просто батюшка какой-то. Ему всем нужно, потому что вот если я крутой, у меня должен быть и духовник крутой. А у нас один старец остался. Ведь на всех крутых-то у нас не хватит одного духовника, понимаете. Поэтому все наши старцы, которые у нас сейчас есть, они, конечно, сидят, может, в горах, в кельях, где-то в пустынях, или просто в скитах. И они не являют себя и не явят себя. Потому что это и им повредит, и пользы не принесет тому, кто с ними рядом будут. Потому что тоже говорили подвижники наши, что старцами-то не оскудеют. Почему старца нет? Потому что послушников нет. Потому что перенять от них духовный опыт люди стали неспособны. Я это знаю по себе, я это свидетельствую. Вот перенять в полной мере, даже в какой-то маленькой мере опыт отца Гавриила, я не мог, я боялся. Я дико боялся, что он меня оставит в пустыне. Мы когда вот ходили, искали ему келью по Красной Поляне, там вот этих. Вот мы идем в этих горах, там буря вырвало дерево с корнем. И под этим деревом образовалась какая-то пещерка, такая нора. Он говорит, вот батюшка, вот вы туда вот на нору залезть, как бы и там вот молиться. Я там сейчас у меня заскажешь, чтобы я залез в эту нору, бросить меня здесь. И я должен буду теперь всю жизнь сидеть под этим деревом и молиться. Я в ужасе, понимаете, я воспринимал себя буквально. И мне все время казалось, что сейчас он меня заведет в горы, построим муки, меня здесь оставят, и я больше никогда не увижу цвет белого. То есть, понимаете, у меня все время был этот страх. И, конечно, то есть, и таких, как я, сейчас все такие пассивные. Понимаете, так сейчас вот нет людей, которые взяли, вот и пошли. Может быть, есть, я не знаю. Но основной какой-то вот такой посыл. А если кто есть, то, может быть, это тоже какая-то, знаете, бывает такая ревность, а потом не выдержат, вот. Не можем мы перенять. Про это очень хорошо говорил отец Рафаил Карелин. Он застал глинских старцев, тех старцев, которые выходили из тюрьмы, из лагерей. Возвращаясь, они имели огромный, богатейший духовный опыт. И, говорит, вот они возвращались, когда, вот уже такое время было благоприятное, да, мы, говорит, были молодые монахи. Они, говорит, хотели с нами поделиться этим опытом, передать нам его. А мы, говорит, были настолько слабые и трусливые, что мы не могли его перенять, мы его не взяли. И мы, говорит, наблюдали глубочайшую трагедию, когда, говорит, они уходили в мир иной, никому ничего не передав. Так с собой забрав могилу это все, то богатство, которым они владели. А мы, говорит, по своей немощи, по своей слабости не смогли это воспринять. Вот трагедия нашего времени. Мы слишком слабы. Мы вот, ну вот, филадельфийская церковь, тебе дано малый сил. То есть, и в то же время, то есть, у нас другой несколько путь. То есть, нам просто надо сохранить верность Христу. Нам надо не выродиться в лаодикийскую церковь. И не скатиться в сардийскую церковь. То есть, чтобы не стать мертвыми, не стать равнодушными. Вот это уже наш путь. То есть, все время возгревать себе вот эту вот какую-то ревность и неравнодушие. Про то, что мы с вами вот уже говорили сегодня. Благодарим вас, владыка дорогой, за такое удивительное повествование. Прям вот как чувствуется какая-то все-таки передача, действительно, опыта. Вот как-то в беседе, прям и живое присутствие отца Гавриила ощущалось в такой беседе удивительной. Очень благодарим вас и надеемся, что у нас еще продолжатся с вами беседы. Братья и сестры, напоминаем, что с нами таким бесценным опытом делился дорогой владыка Петерим, епископ Скопинский Ишацкий. Всего вам доброго, братья и сестры. Храни всех Господь.